Торжественный прием Саровского отделения десантников России состоялся в городской администрации. Сельчане против. В Аламасово вновь собираются закрыть детский сад и школу. Выездка, конкур, троеборье, скачки в конном клубе «Феникс» прошли традиционные соревнования. Далее обо всем подробно. 3 августа в городской думе состоялся торжественный прием Саровского отделения десантников России, посвященный Дню ВДВ. За чаепитием глава администрации Алексей Голубев обсудил с десантниками планы на будущее, а они амбициозные. На базе общественно-бытового центра будет открыт военно-патриотический музей. От вас очень прошу, инициативу проявляйте. Я готов любое действие со своей стороны предпринимать. С первой попытки не получится, еще будем предпринимать. Но надо добивать до конца. Прикоснуться к истории – правильно, а вот не знать – стыдно. ВДВ, все, гордость, да. А я вот задался вопросом. Вот война была, а я ничего не знал. Понимаете? И в армии нам не говорили, а вот уже сейчас вышли книги. Гордость берет. И моя дивизия, то есть она тоже там менялась, то есть она тоже защищала Сталинград. То есть это тоже гордость. Вот откуда идут корни. То есть наши вот прадеды, то есть наши вот, они защищали Сталинград. Еще обговаривали возрождение в Сарове аэроклуба. Ведь и он, и активно действующий военно-патриотический клуб мужества помогают многим молодым ребятам и девушкам найти и испытать себя. Я постоянно видел этот самолет, я постоянно видел выпуск. Это была история города, которая, к сожалению, вот в этот период, это вот безвременно, безвременно ушла. Вот куда-то. И наша задача, наша задача, и ваша, и наша, в принципе, да, наш участвовать в этом во всем посильном и вернуть это все хотя бы на какой-то уровень, который был. Рядом с бывалыми нетрудно заметить юного десантника. Это Кирилл Костюков, один из воспитанников клуба мужества, а теперь и студент Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Ветераны ВДВ регулярно занимаются подготовкой молодых людей, желающих связать свою жизнь со службой в вооруженных силах. Ребята приходят и хотят быть десантниками. Наши ребята с организацией, то есть их тоже подготавливают, тоже помогают им. Ну, вместе с ними и на прыжки выезжаем, и прыгаем вместе с ними. Инесса Балашова, Владимир Есенников, Александр Мальков. Специально для службы новостей «Саров-24». Воломасово вновь хотят закрыть школу, а заодно и детский сад. Этой истории уже пять лет. Альтернатива – обучение детей в Нарышкино. Но сельчане против. Перспектива не радужная. Каждый день к 7 утра выходить на дорогу и ждать в стужу, зной, дождь или снег школьный автобус. О проблемах говорили на собрании с участием руководителей Вознесенского района. Мы берем на себя полнейшие гарантии и обязательства, что все дети будут доставлены своевременно на учебу, школу и обратно. Это будет все организовано, те же, где это есть. Закрытие школы, ну, еще полгода, но закрытие сада – это очень большая проблема. Потому что я, хотя и руководство района, руководство сельского совета Нарышкинского, они сказали, что мы будем вас забирать, мы будем вас отвозить. Ну, представьте, 7 часов утра. То есть я должна стоять около клуба, ждать газель с тремя маленькими детьми. Хорошо сейчас тепло. Зима, мороз, да, 30 градусов. У Светланы большая многодетная семья. Папа, мама и еще 9 детей. Младшему Федору 10 месяцев, а старший Сергей уже служит в армии. Каждый день Светлана собирает в ясли двух малышей. Если сад закроют, ходить будет некуда. А в Нарышкино для воспитания самых маленьких жителей района условий нет. Задача под органом местных самопроводов, она заключается в том, чтобы мы обеспечились в первую очередь местами садики детей. Администрация Вознесенского района уверяет, что содержание почти пустующего двухэтажного здания в Аламасово становится невозможным. Немного немало из районной казны ежегодно на школу уходит 3,5 миллиона рублей. В то же время здания школы не закроют. Здесь разместится военно-патриотический клуб. На дополнительное образование деньги найти можно, но основное, видимо, сложно. Олег Азаров, Александр Мальков. Для службы новостей телекомпании «Канал-16». 4,5 километра от Сарова. На автомобиле это не больше 10 минут езды. Вдалеке от людских глаз, в поселке Орешки, расположился конный клуб «Феникс». Здесь прошли традиционные соревнования по конкуру. В состязаниях приняли участие 6 спортсменов. Мы всегда в конце лета стараемся провести какие-то соревнования, чтобы был какой-то стимул у детей заниматься, чтобы дети, которые только пришли, видели, чем мы тут занимаемся, что они могут достигнуть. Ну и потихонечку готовились, прыгали препятствия. В клубе «Феникс» развивают два направления конного спорта. Один из них – скоростной и энергичный конкур. Преодолевая препятствия различного уровня, всадник и лошадь демонстрируют ловкость, собранность, силу и гибкость. Спортсмены-животные становятся как бы единым целым. Мы не стараемся заниматься спортом, просто стараемся дать физическое воспитание, физическую силу детям. Когда они с лошадкой общаются, кто-то развивается физически, а кто-то не может, не справляется и уходит. Второе направление – выездка. Она считается самым элегантным видом конного спорта. Это своего рода показательные выступления – демонстрации темпа, выправки, походки, стойки и других навыков лошади. Признаюсь, мне посчастливилось впервые в жизни так близко находиться рядом с лошадью, да тем более с таким титулованным товарищем. Зовут его Изумитель. И в 2002 году он получил титул «Лучший представитель своей породы». И в конном клубе «Феникс» он самый опытный, самый взрослый и самый аристократичный товарищ, как признаются организаторы. Многие из наездниц пришли в конный спорт еще в раннем детстве. Тренеры признаются, что любовь к лошадям лучше всего прививать с самого детства. Кристина пришла в конный клуб в 9 лет. Сегодня она победительница соревнований. Надо сначала добиться доверия снизу. Если она начинает тебе доверять снизу, то она и доверится тебе сверху. Мы с ней очень сложно начинали. Она была такая противная, кидалась на всех, то есть кусалась. Ну вот, мы с ней справились, в принципе, нашли общий язык. Я просто даже не представляю, вот уже вот свою жизнь без этой кобылы, потому что, ну как сказать, было время, когда учил, учеба, нет времени приехать. И даже переживаешь, плачешь. Как же она там? Что она делает? Ну, лошади, во-первых, чувствуют настроение, то есть с ними всегда нужно быть спокойными, иначе они могут так же завестись, возбудиться и начать себя вести. Разумеется, это 500 килограмм, а тут силой с ними не бороться бессмысленно. Разумеется, нужно с ними как-то уметь договариваться. Конный клуб «Феникс» существует практически 20 лет. В поселке Орешки он обосновался два года назад. Сейчас в конюшне 10 лошадей. Мы сами все крутимся, короче, выживаем сами. У нас название «Феникс» отсюда и появилось. Был период, что каждую весну как бы из пламени воскресали, то есть зиму прожили, слава богу. Была одна зима, когда лошади из него вышли без хвостов и без грифов. Просто были вот голые репицы, которые торчали, и не было корма какого-то, не могли достать. Сейчас как-то все наладилось, есть фермер, нам сено поставляет, овес нашли, постоянные поставки. Ну, в принципе, живем, сами видите, живем, даже сорнования проводим. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Александр Мальков. Специально для службы новостей «Саров-24». Готовь сани летом, гласит старая русская поговорка. Поэтому позаботиться о том, чтобы в вашем гардеробе появилась шуба к предстоящим холодам, можно уже сегодня. Тем более, что в Саров приехала настоящая зимняя сказка. С 4 по 7 августа в Ледовом дворце проходит выставка продажа меховых изделий известной кировской фабрики «Зимняя сказка». Это более 900 моделей шуб из норки, нутрия и кролика рекса. Также имеются дубленки, имеются головные уборы и разная сувенирная продукция. Также на выставке можно приобрести жилетки, куртки из холофайбера самых различных фасонов. Леска, то есть модель можно подтянутся, промывая, как называемость. Вот так. Леска, то есть можно подтянутся, комитетная защита. Найти шубку по душе здесь может любая модница. На выставке представлены как классические, так и современные модели с коротким или длинным ворсом свободного или приталенного кроя. На нашей выставке присутствует как наличный расчет, так и безналичный. Также есть система кредитования и наша рассрочка. Наша рассрочка включает в себя обязательно, чтобы было два документа, то есть два паспорта и обязательные условия. Первоначальный взнос 50% от стоимости товара. Менеджеры магазина утверждают, покупать шубы летом выгодно вдвойне. Поэтому для покупателя действует специальное горячее предложение. Все норковые шубы от 25 тысяч рублей, пальто от 3 тысяч. Вот такие ценники со скидками можно увидеть на многих моделях. На нашей выставке любой покупатель может приобрести себе изделие, так как у нас присутствует большой ценовой диапазон. То есть у нас имеются модельки как самые простые и недорогие, так и эксклюзивные. На нашей выставке представлен большой размерный ряд, как от 44 размера, так и до 64. Любой покупатель, как и мужчина, так и женщина, может приобрести на нашей выставке изделие. Продукция компании «Зимняя сказка» уже более 15 лет на российском рынке. Низкие конкурентноспособные цены, качественные продукции и гарантия – вот на что в первую очередь обращают внимание сотрудники фирмы. А внимательные продавцы-консультанты помогут покупателю подобрать нужный фасон и размер, рассказать об уходе за тем или иным мехом. Напомним, что выставка продажи меховых изделий «Зимняя сказка» работает в Сарове с 4 по 7 августа в Ледовом дворце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok